Такое решение одобрил и мой желудок. Мы вместе зашли внутрь. Столовая представляла из себя старовую. В принципе, все буквально очевидно. Мне в свое время доводилось бывать в заводской старовой. Это была в точности такой же разве что почище и поновее. Железные стулья, старые кафе на стенах и на полу не отличающаяся изысканностью подкрескающаяся посуда. Наверное, такой и должна быть старовая пионер-лагия. Семен, сейчас подожди, мы тебе место найдем. Она кинула взглядом помещение. Стой, Зачевская. Ольга Дмитриевна крикнула на проходящую мимо Аису. Что? Ты как одета? Как я одета? Действительно, нарядки был несковызывающий. Немедленно приведи в порядок форму. Ладно, ладно. Аис поправил рубашку и прошла мимо, бросив на меня не очень приятный взгляд. Итак, куда бы нам тебя посадить? Соборных мест было не так уж и много. Давай вот сюда, куяне. Это, а может... Да, точно, как раз уже и еда стоит. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Конечно, была некая воля доли вероятности, что в капкетках яд кулага... Кулага? Был я обидно сдоблено мышьяком, а вместо компота мне наилие отличный антифриз. Но выглядело это как... Это так аппетитно, что я никак не мог устоять. Эй, чукой тебе? Попросил я довольно грубо у Яну, стевшую ядом. Почему с нами в футбол не стал играть? Я не в фолме, сказал я, показывая на свою одежду. А ну тогда ладно, ешь. Однако есть... Тут особо нечего. С тарелки попала котлета. Это могла сделать только она. Нет, точнее это не мог сделать никто другой, кроме у Яны. Отдай мне котлету. В большой семье рта не разевает. Отвернулся и нет котлета. Отдай кому говорят. Мы отнимаем у нее котлету и не пытаемся отнять котлету. Давай, выбирай. Твой выбор. Пытаемся отнять котлету. Давай, отниму у нее котлетку. Хочу есть. Я грозно посмотрел на нее. И уже было вытянуву вперед руку. Нет у меня ее. Смотри. Действительно, тарелку у Яны была пуста. Похоже, ест она... Ест эта маленькая девушка так же быстро, как и котлета валует. Так. Ты не расстраивайся. Сейчас что-нибудь придумаем. Она схватила меня в мою тарелку и убежала куда-то. Догонять ее не было смысла. Если уж они хотят меня отравить, это можно сделать куда проще. Кременно через минуту Яна вернулась и протянула мне тарелку, на которой езжала дымящаяся котлета. Опа! Вкусный завтрак обед тоже. Вот тебе голодающий... Поволжья. Спасибо. Только... Смог сказать я. Все подозрения вмиг развеялись. Так мне и хотелось есть. Я подцепил в вилкой котлету и... Что это? Какой-то жук. Нет, не жук. Насекомое. С ножками шевелится. Можно его съесть? Тарелка полетела на пол, разбившись в дребезге. А стул, падая бойно, ударил меня по ноге. Я с детства не даю вывал насекомых. Но когда они насекомые в моей тарелке, это уже перебол. Ах, ты маленькая. Мунянка, похоже, готовая к такому развитию событий. Уже стояла в дверях и смеялась так, как будто услышала свежую шутку. Петросяна. Я бросился за ней. Мы выбежали из столовой. Нас раздеяло всего несколько десятков метров. И мне казалось, что я ей подогоню эту маленькую девочку. Мы побежали площадь. Помещение клубов. Выбежали на лесную тропинку. Я начал задыхаться. Все же, наверное, столбую боссить хуить. Устроить геноцид пионеров, которые тебе не нравятся. Унянка скрылась за очевидным поворотом. И я потерял ее из виду. За очередным поворотом. Просто не может быть, что я не смог ее догнать. А как геноцид устроить? Не может и все тут. Я стараял и пытался отдышаться. Вечеела. Кажется, я заблудился. Ночью в лесу мне явно делать нечего. Лучше вернусь в флаги. Однако я совершенно не представлял, в какую сторону идти. Что же придется наугад? Ты не один влаги? Как понять? Не, у меня шиза, я один влаги. Не знаю. Детей не видел, когда кушаю. Я довольно долго плутал по лесу. Пару раз даже радовалась мысль позвать на помощь. Но наконец-то дерьми показалась ограда флаги. Все возвращается на круги своя. Автобус исчез. Тихо пробовнил я. С одной стороны ничего странного, но не мог он тут просто так стоять вечно. С другой, значит, был все же водитель. Автобус не ездит сами по себе. И ездит. Этот мир казался слишком нормальным. Но каждое явление здесь имело как минимум два объяснения. Обычное, реальное и повседневное, фантастическое. Да, конечно, водитель мог просто отойти и перекусить. А я слишком быстро ушел. И вот. Но в любом случае мне здесь не место. Самоходный автобус. Этот автобус и нет. Это, наверное, важно. Но куда важнее то, как я вообще сюда попал. И куда это сюда? Уносящиеся к горизонту пая и садовая, не давая никаких ответов. У них не было ничего знакомого. Странный непонятный чужой мир. Но при этом совсем не страшный. И взгляд взял самоотвод инстинкт самосохранения. Что и вся эта беготня про парагию местным пионерам настолько убаюкивала меня. Что? Что не так? Что случилось? Своей беззаботной нормальностью. Что я иногда просто забывал о том. Забыл по 18+. Что со мной произошел буквально пару часов назад. Хотя, возможно, просто не оставалось больше сил волноваться. Хотелось тишины, покоя. Просто отдохнуть от всего. И уже потом со свежей кровой продолжить поиски ответов. Но это будет потом. А что сейчас? Умею ли я право собраться? Уже совсем стемнело. И при любых раскадах ночевать лучше в Рагии. Я уже собрался идти назад. Как вдруг кто-то бесшумно вынул меня из спины. Привет! Что тут так поздно делаешь? Да... Намекнуть, что будет в шестой день? Не, лучше не надо. Семен, передо мной стояла Славя. Почему нет? Ну так. Ну и ладно. Пусть будет так. Так, а что? А куда? Где здесь? Понял? Я понял, куда мне... А, ну все. Я нашел все место. О, господи, опять читать я с ума сойду сейчас. Давай ты будешь читать, поменяемся. Почему? Почему? Нет, почему? Увидим, что хотите сделать? А, боже, я текст не видел. Я даже не помню, ну ладно. Передо мной стоял Славя, от неожиданности я даже вздрогнул. Не догнал Иоанну? Она улыбнулась. Я расстроен, накинул головой и вздохнул. Где мой звук, а? У тебя есть звук? Что за звук отключила весь? Кринем не звук. О, спасибо. А мне? Неудивительно. В смысле? Никто не может. Да уж, девочка ракета прямо. Только вот сопла у нее в разные... Сопля? Сопла? Сопла у нее в разные стороны. Что за сопла? Гугли, я дебил. Я шучу. Не дебил. Этих ее слов мой желудок, естественно, напомнил о себе. Придвои... Сопла, сопла, сопла. Это чтоб не забыть, что кто-нибудь чтоб загуглил, да? Естественно, напомнил о себе. Предательски заучав. Славя улыбнулась. Ну, тогда пойдем. А разве столовая еще открыта? Да ничего, у меня есть ключ. Ключи? Да, у меня от всех посещений лагии есть ключи. Почему у нее есть ключи? А откуда? Ну, я здесь кто-то вроде помощницы вожатый. Понятно. Ну, пойдем. От такого тревожного предложения грех был отказаться. А он и прежде фейспаум ловил? Я просто не замечал в этой сцене. Ну, ладно. Когда мы вышли на площадь, Славя внезапно остановилась. Извини, мне надо соседку предупредить, что я попозже приду. А то она сама такая пунктуально будет волноваться. Ты иди пока к столовой, я через минуту прошу. Ладно. Я никак не ожидал, что в стой поздний час там может быть кто-то кроме меня. И этот кто-то явно безуспешно пытался открыть дверь. Почему здесь нету никого? Без всякой задней мысли я поднялся на крыльцо. Взломщиком оказалась Алис. Наверное, стоило подождать в салонке? Она некоторое время пристально смотрела на меня, а потом сказала. Что стоишь? Помоги, что ли? В смысле? В смысле дверь открыть? Зачем? Булок я хочу с кефиром. Не наелась. Эм... А может не стоит? А ты там... А ты сам не хочешь есть, что ли? Ульянка-то тебе по ужинам нормально не дала. Она ехидно ухмынулась. И правды не дала. Так сейчас Сраве придет. И... Чего? Похоже, не стоило мне это говорить. Тогда я отча... Тогда я отчаиваю. А тебе это припомню. За тобой уже второй должок. С этими словами Аиса скрылась ночи. Чем ее та девушка испугала? Даже если она помощница вожатой. Она может не соперница. Соперница? В чем? Почему у меня звук попадает? В мужчине. В каком мужчине? В нем. В каком мужчине? Где мой звук? Чел. Привет, Стриндж Кофе. Как ты не спишь в два ночи? У меня звук попадает. Не радует меня это. А где я? Непонятно. Насколько Вален Номэн? Ты сбиваешь датчик, отвечаю. Чем? Не знаю, телом? Оно рядом. Со мной что-то. А первый-то за что? Сраве не заставили себя долго ждать. Все в порядке. Вообще такие. Да, почему ты спрашиваешь? Ну нет, просто так. Мне стоило рассказывать о Баисе. А, у них тоже звук выключается. А-а-а. Не повезло. А что всем не везет? А где? Вот так. Я и спать, ты что? Где мой звук? А у тебя тоже по пищалу? Ага. О, и подключу звук. Мне не нравится. Меня с таким звуком не дужу. А, кстати, у меня может на телефоне подключено быть. Ну, че в зале? Что? Ты его доставай. Вот, спасибо. Спасибо, спасибо. Я не вижу битусов. Стоит. Нету. Ты выключила? Я там с омантом в омант осуждаю. Соборезную. Когда-нибудь... Соборезную дважды. Когда-нибудь у тебя появится девушка Ты будешь тоже ее осуждать, получается 90% заяда Че не так? Не понимаю сейчас с наушниками Ты все выключил За 100% Не появится? Ну, не знаю Что? Что со звуком? Так, ладно Хранить игру Ладно А, я не поставил звук Как звук Я здесь звук не поставил Вот так И вот так Почему у тебя должна не появиться девушка? Это очень странно просто Что ты делаешь? Что ж, Зоид? Я уже, в принципе, выбрал путь Путь самурая Звука нет, да? У тебя есть? У-у-у А он уже должен быть Ты знаешь об этом? Вот У тебя есть? Гениально Гениально Загрузи Загрузи Сохранение Загрузи Понял Сказал я И тут же почувствовал Фальш В своем голосе Ну что, пойдем? Опять звука нет, да? Угу Говно какое Что за дичь? Дай наушник Трудуешь над ним? Угу На Но мне придется работать 24 на 7 До долбанного отказа Не понимаю Ну, удачи в твоем пути Дорбить вашу реакцию Как тебе звук? На стриме тоже приятно было, наверное Не появился Мне уже вон Вырубили Я не понимаю Почему у меня звук В Наушниках не работает Я хочу слышать музыку игры Мне не дают этого шанса Сделать Странно Когда я тестиру все работало Как обычно Что сделать для звука? Что я сделаю? У стриме нет шансов Победа Ага Рано и поздно Я настрою звук Не переживай Рано и поздно Даже если поздно Я буду ты себя играть Разница Уже звук должен появиться Блин Спасибо Сейчас нет Пивы и такое вижу Че? Может из-за меня? Может из-за меня? Ну что, пойдем? А вот С Хави Похоже Ничего не заметила И по крайней мере Сделала вид Мы зашли встав Да по-ебому звук Грида RPR Аааа Что? Ладно Подожди Я сейчас что-нибудь принесу Ты продай Нет Спасибо Не хочу пожалуй откажусь если на стол и принялся покорно ждать свою спасительницу и если заведешь девушку можешь продавать а понятно почему 24 на 7 будет работать завел продал завел а это тоже работа нифига мы выглядели суперски так мы в пайто каком-то странно он до сих пор в зимнем зимней одежде ему кайфов в плюс 18 исходов уже мой бог не хитрым несколько булочек и стакан кефилы не мудрено голодные пионеры наверное все и все подчистую впрочем это куда лучше чем бой бой большая часть моего обычного рациона пока я ел с крови сидела напротив и смотрела на меня что у меня что-то на яйца нет просто она углубнулась и как тебе первый день в лагии ну я даже не знаю я подал камни чего тебе стоит продать эту руму вы поспрашиваете у человека попавший в одно части в другую реальность понравилось ему меню в столовой вожатой и отведенная кайка кайка место а чему кайка места дай и не видел это комната которым был в идее ничего скоро привыкнешь а с кем он с девушками спит нет а точно с вами мечтательно уставилась в окно по правде говоря привыкать подобному совершенно не хочется но ведь она не знает она не знает мы не скажем и по крайней мере хочет чтобы я думал что не знает ну а так вообще здесь мило надо было как-то поливать неловкое молчание да без интереса спасена она да здесь так хотелось сказать я в стиле ретро но я сдержался играть в визуальную новеллу эту позору можешь не смотреть на видимо ему это нравится смотреть визуально новеллу тоже позору получается конце концов это для меня ретро а для них может они в другой жизни не знаю и не знают и если что я как бы вчера и позавчера весь бешок пошел это как бы не визуальная новая 8 часов стремя так что мои руки чистых если тут вообще уместно понятие жизнь как она внимательно посмотрела на меня так как будто от моего ответа зависело что-то серьезное ну я не знаю мило да тут мило пожалуй она вновь улыбнулась очень хорошо что ты так думаешь почему ну не всем здесь нравится а тебе мне да нравится тут здорово тогда не стоит обращать внимание на других а а я и не обращаю ли особо царя рассмеялась кажется этот разговор уводил меня как куда-то далеко совсем не туда куда я хотел попасть а вот ты волнуешься да почему ну когда кто-то так сосредоточенно жует когда сбор камней никогда наверное мобильные игры особо не хочу и особо и по-моему звук из-за попадает и расконтраливаешь звуковой листы ты поделгалась звуках контур из извини ничего я никак не мог заставить себя быть бои осторожным с этой девушкой чё ты хочешь типа поделгалась почем почему именно с ней с любым местным обитателем все они казались совершенно нормальными плитом надо зубной бои нормальными ну как человек-человек-сосед с дрейгью в одной руке и сабвуфелом другой на что они намекают woman в синем все понятно кто главный в этой квартире ничего не почему-то синий я не знаю не понял почему-то синий ну да ладно ты в синий россии не как человек-сосед ты так понятно не как человек-пассажир слишком уже часто встречающий в метро и наземном транспорте не как человек коллега обитай обитающий за соседним столом в open space open space извините я таких слова слов особо не знаю и даже не как человек знакомый который от других человек отличается из непонятной геоназоривости чё у тебя поделгайся не хочу дергаться не знаю чем попытать все они казались нормальными такими какими и должны быть люди в моем понимании со всеми своими недостатками но без сверхспособности таких как таких вот человеков человеку человеку в кого-то ладно а с вами была еще и милый почему мы подкатываем к этой тянки хотя мы должны подкатывать кто и кого еще даже не увидеть я укратка я посмотрел на нее не знаю что сказать пости хотела показать тебя ради но совсем забегала сегодня да я сам вроде ничего не пропустил прям таки ничего ничего она улыбалась так что мне приходилось это смущение при этой гроза но откуда я знаю я же здесь первый день ну хорошо и что видел уже площадь столовую вот видел футбольную площадку а пляж только издалека обязательно сходи и давай вместе сходим ты можешь читать за другого я не буду как будто шизоид ну ладно сходим естественно с вами уже начинала меня пугать но тут я подумал а вдруг так все и должно быть вдруг весь этот мир непонятен только мне а для них он родной может быть я попал в пошло да это было бы многое объяснила а можно задать группа вопрос нет почему ему все когда он хочет что-то спросить отказывают ну типа ему если что отказала вожатая типа когда мы вопросы задавал и типа можно и задать игру по вопрос а она тоже отказалась как тупо ладно славе улыбалась и улыбнулась и встала из-за стола я думал на столах уже поздно сам дорога до ойга дмитриевна найдешь а у сольга дмитриевна спит я все понял найду конечно но зачем мне к ней посеять тебя кому-нибудь зачем наверное со стороны я выглядел группа потому что с равера смеялась ну так спать тебе где-то надо логично ладно я побежала тогда спокойной ночи спокойной да господи что надо потыкать музыка заиграл долго музыка играла странно чукона так внезапно мое внимание привыкла связка ключей торчащие с двери я была собирался догнать сраве но где она живет а стучать посреди ночи во все подряд домики показалось не лучшей идеей взять ключи и не трогать взять ключи еще запереть дверь ладно возьмем ключи все же лучше взять завтра отдам а то и что тут по ночам творится я тут же поюжился ведь это мне в первую очередь стоило опасаться поюжился ночь хоть и была темной но совсем не тихой отовсюду доносилась кита то я как это скрыть скрыть катание скрыть катание вот и стрекатание ладно стрекачку и не ночных птиц шеи из деревьев внезапно очень захотелось посредовать и нас посредовать совету сраве и поскорее пойти к домику вожатый не знаю почему на вид неизвестного бронзового строительства строитель коммунизма настраивал меня на созидательный рад я посел на лавочку и начал прокручивать голове события минувшего дня этим моего созидания и ограничилась тут было куда светлее чем у столовой да и изредка мимо побегая запоздавшие пионеры так что особого страха это место у меня не вызывало запоздавшие куда к чему после ужина были на не спрятались это автобус ради девочки по нему только девочки понравились вполне ему не нравится понятно я так устал это все гонолога и непонятного что не мог придумать ровным счетом ни единого объяснения всему происходящему рядом послышалось с тихий шорох я вздрогнул и посмотрел в ту сторону девочка читает книгу да блин это не так где где-то девка может и нету лена я решил подойти поговорить она единственная из моих знакомых с кем мне не удалось сегодня перекинуться и по высков привет чего читаешь я на то удивление аж подпрыгнула на лавочке на на лавочке почему они не могли сцену сделать как как в столовой тип то что они вместе сидят на лавочке ну он извини не хотелось тебя пугать ничего она покраснела и снова уставилась книжку и книжки нету так что читаешь на башке было написано унесенное ветром это аниме вообще-то ну да ладно похвоить книгу я похвою книгу извините хорошая книжка спасибо музыка как будто из этого я забыл как называется ладно правда я не считал к но ей кажется такая идиотова вполне подходит я читал все останьте и она похоже не собиралась продолжать разговор ну если я тебе мешаю нет не открываю взгляд от не открывая не открывая взгляд от книжки сказала она он и тогда посижу с тобой немного зачем а ведь и правда зачем наверно просто потому что очень устал и компании с кем-то лучше чем одному может быть получится от нее что-то узнать я внимательно смотрел и ну хотя нет вряд ли ну просто так не знаю а что нельзя можно но если я мешаю нет не мешаешь да нет я могу и уйти все в порядке ну а так я аккуратно сел на край лавочки после такого оживленного разговора мне меньше всего хотелось находиться здесь но встать и уйти было как-то неудобно не хорошо получилось я на ничего не ответила похоже я выставил себя дураком будь я на ее месте допустим у янка наверное бы меня засмеяла а тебе здесь нравится я вспомнил вопрос сраве и шелка что она как нельзя лучше подойдет для начала разговора да она и я заметно улыбнулась мне наверно нравится лена явно не очень общительна и вряд ли в состоянии поддержать не принужденную беседы ни о чем как сраве но все же было в ней то что и привыкала внимание мимоятное видение как отброс на очках дождливым осенним вечером который заставляет обернуться и долго всматриваться в темноту выискивать там нечто мелькнувшие на краю поля зрения на краю на краю поля зрения конечно ты не успела смотреть не успел понять но почему-то она показалась с таким манящим и она продолжала читать книгу не обращая на меня никакого внимания не не возникало ни моей желания раз спрашивать ее о происходящем враге об этом мире вообще красивая ночь да вообще с нами хочет разговорить он только да и нет говорит и как вообще завязать с ней разговор поздно уже мне пора до поздновато спокойной ночи спокойный ничего то что мы к вожата идем в поскольку там ночью кручь нормально все подходим вожата она спит будем будем типа а загулял все понятно как все здесь что-то в этой девочке мне казалось странным вроде бы вполне типичная область застенчивой скромной пионерки но загадка ены заняла свое место в основном списке загадок этого рагия который я вел себя в голове все день кончился да блин у меня день этот никогда не закончится дело было вечером делать бы было ничего я направился домику ойге дмитриевна наконец-то вот не гаял свет он слишком красивый походу надо с ней быть единственное вкус ее конечно меня поражают ну ладно там есть нормальное что-то привет семён что-то ты долго не так что так же думаю да гуял саре с лаги им знакомился ладно спать будешь здесь она указала на одну из кроватей спасибо за подписку за что игра хорошо пас нам бы самим узнать человек попал случайно влаги и вот про эта игра случайно он из зимы в лето сюда попал вообще-то случайно чувак из зимы в лето сюда попал вот и все стопа как ты нашел эту игру я не очень понимаю как твич работает а вот бы мне так девочка ну как бы он спит теперь с девушкой ничего с вожатой она же здесь всем бы так всем бы тогда не вообще зимы а то есть без девушкой можно не надо не надо а как из зимы в лето попасть можно мне мне бы завтра только елку могу оставить еще давно стиктока видел эту игру но мы тоже не знакомую ток мы как нам сказали мы в первом дне из шести а день длится ну не знаю как как длится примерно от техники чтения зависит вот и все наушник вытащил где моя музыка не знаю и украли не я давно знаком с этой игрой но мы не не шелся и проходить один а тут решился случай вот случай ты случай ну ты случае случае это не обычно неплохо здесь я несколько удивился ну да а что такого все равно других свободных мест нет не знаю нас по силу будешь и спать здесь а то есть если откажусь то получается буду спать не здесь кстати я камеру хочу немного поднять чтобы текст видно было хоть я его читаю конечно оба оба вот так это говно в пилую воздухе это а там типа по сети можно не по сети нельзя можно только всякие моды накатить и смотреть на голых девушек вообще это и так можно если у тебя так как там что-то включить на настройках я не знаю я я не нашел этого настройки ну да и виденную ранее а тут можно каёсика вниз и стать моды и пользоваться здесь цена и выполнение фильтрами черно-белые 2 ностальгическое это а тут моды стоятного пионера не пости нельзя это одиночная компания крупный да нельзя показать игровые ачивки вот я видел мем по мод какой же не мы уже даже интересный sky ну блин на твиче я такое запрещено жаль пожатая улыбнулась больше извезли же извежливости как мне показалось ты голодный хомяк ты же хочешь стать по ядочным пионером она акцентировала внимание на слове по ядочным да конечно на мгновение я задумался но ты-то не против она как-то странно посмотрела на меня в ее взгляде смешались удивление и что-то вводя обиды пионер должен уважать старших грозно сказала рука дмитриевна и стойка это баба бариня обаять что что я слепой того чё-чё-чё-чё почему слепой по что посетим можно вот я говорила меня после не видно такое дни дискорде да на ядом сидит она просто не любит и веб-камера я бы навел на нее этого в принципе легко сделать но она не ты будешь кушать не разговаривай поднимайте подписчиков за счет моей еды а да за счет еды поднимаем все понял должен на конечно но кто же споет припитал я в ответ не понимаю что же она хочешь и ты она пристально посмотрела на меня он от такого взгляда расправился бы и мифрил выконы в самой самых глубинных бои глубоких подземельях лучшими мастерами гном мастерами гномами ну что в лпг играл до того как начал влаги попал что я да что не так-то он игра сделка чтобы научиться читать быстро ну в принципе да не я даже не стараюсь читать быстро мне нет смысла и желаний даже вообще он я уже сонных чисто заснешь под мы под мое чтение примерно как ты в принципе да от обиды и непонимания я перешел на тон выше взрослых надо называть на вы нет конечно в этом магии много странного но эта девушка в лучшем случае на полу это меня старше а возможно и младше даже но я решил не спорить хоть еще пару минут назад я язык бы не повернулся назвать вожата особенной взрослой надо признать признать что крутым характером ее природа не обделила я сегодня три часа спал как мы спали много мы много спали на удивление а завтра опять будем много спать я тебя специально будине поставлю чтобы 6 утра поснулась ночи из часика 2 закончим ну и часика 2 поспишь хороший график нет нет мы не а то есть когда будет день не давай когда будет день нет девушка будет тогда вы считаете не девушки девушки я там по ним больше возглавить чем девушки ну вот когда девушки будут там если бы моего характера моем положении спорить не пристала семён как скажете по мямлю я так-то лучше и не повезло тебе вот так и должен вести себя порядочный пионер а теперь спать по правде говоря я не хотел становиться непорядочным не беспорядочным пионером непорядочным не беспорядочным пионером не даже 100 хатичным 100 хатичным это что 100 хотите кого я не знаю что это за такой ли вообще пионером становиться еще вчера в моих планах никак не входило но какой у меня выбор не хочешь заставим кажется именно этим девизом плане руководится ой руководствоваться я его закрыл глаза и только когда тогда понял что за весь день смертейно устал логично в зиме в зиме то это тяжелый выбор не спать весь день и чтобы рано есть спать и и ежи пати чё чтобы рано есть спать и и спать не спать весь день а чтобы рано не чтобы не спать весь день лана ежи спать и ежи спать вообще как рано ежи спать если уже поздно Ну типа как рано едешь спать, если уже поздно едешь спать? И едешь спать сейчас? Сложный вопрос Мы каждый день не спим? Да Звук только мне верни, пожалуйста Не знаю, что со звук Верни ты мне звук Не хочешь, короче В голове что-то ужасно стучало Как будто у извини началась ночная смена Однако они, похоже Больше были настроены на выпуск С Таиппократа С Таиппократа Чем на работу с тонкой электроникой Такие планы на сегодня строят На сегодня сречь спать И проснуться как Вовремя Как мы не умеем Перед глазами пролетел автобус Площадь и памятник Столовая полна пионеров И хит на яйцо у Янки Я не верю в то, что здесь звука нет Славя Да, Славя А, мне тоже так кажется Мне Шазана Сделаю-ка я так Это серьезное сердцебиение Ой, я выключился Ирена Даже воспоминания о боисе не вызывая И каких-то очень лучше отрицательных эмоций Я скоро вернусь Давай, удачи тебе А что если я здесь надолго? Это у нас сердце перестает биться и у него Вон, день второй Наконец-то Мы перешли в него Спустя два часа И тридцать минут Мы перешли во второй день А, мне снился сон Мне снился сон Казалось, я нахожусь в каком-то вакууме А вокруг пустота Но не только вокруг Я единственное существо во вселенной Как будто она вернулась В некое сингулярное состояние Перед самым Самым большим взрывом И вот-вот что-то должно было произойти Вдруг я начал слышать голоса Голос вообще Слов не разобрать Но он Показался мне знакомым Голос что-то нежно нашептывал Как будто убаюкивая Это Ольга Дмитриевна Мне на ухо шепчет То, что хочет меня И тут я понял Это был голос Той незнакомки из автобуса Той девушки из сна Но что она хочет мне сказать? Кто она? Я проснулся Наконец-то звук Ялкие лучи солнца Бери в глаза Время приближалось к полудню Ну не повезло тебе Ухо тебе будет пробивать Зато звук есть Надолго ли Лениво потянувшись и зевнув Я начал вспоминать Вчелашний день Сейчас посмотрю Надолго ли За несколько секунд Все его события Принеслись перед грязами Автобус Лаги Местные обитатели Но ведь Все не так неправильно Но ведь все не так неправильно Но ведь все не так неправильно Ладно, профи Зубитые надо делать Да, да Не эта ситуация Не мое положение Они неправильные Априлоги Обожаю Априлоги Слова гениальны А мое отношение к ним Ты опять музыку схамал Ведь я вчера запросто заснул здесь А до этого Мир беседовал с местными пионерами Даже Мудрялся шутить Но как можно Себя так вести В подобной ситуации Я же должен Бояться Шарахаться От каждого шороха Избегать Любого контакта С потенциально Вражескими существами Все события Прошедшего дня Словно Заволокос Похмельной дымкой Он бухал всю ночь Это очень похоже На утро После хорошей пьянки Вчерашняя Естественная Не Приду Не присудительная Ладно В высшей степени Нормальное поведение Утром Становится Кошмаром Кошмаром Гот Ааа Читай Куда Готест Кногие гравюры Из Иллюстрации Божественной комедии Да Все именно так Однако Прошь Кога Уже не вернуть Хотя возможно Оценив Обстановку Я действовал По ситуации Я гляделся По сторонам Пытаясь Понять Не забросил Для меня Куда нибудь Еще Но домик Ольги Дмитриевны Выглядел Так же Как и вчера Если кстати Они бы не Замудряли текст Совсем Я бы читал Совсем быстро Ну это так Вот Все было Как будто На своих местах Разве что На спинке Кровати Висела Пионерская форма Я с недоверием Покрутил ее В руках Примерил И оделся Откуда не узнай Его размер Все равно По нему видно По нему померь Ночью Пока он спал Узнашел Пока он Все равно Это лучше Чем Все равно Это лучше Чем ходить В зимней одежде Посмотреть Теперь Теперь На себя Наверняка Выгляжу Как кроун А для Этого Нужно зеркало Хотя бы Самое Маленькое Нашлось оно На дверце Шкафа О нихуя Твою же Я взглянул На новоиспеченного Пионеры И аж Отплыгнул В сторону От неожиданности На другой стороне Зеркало Стоял Какой-то подросток Похоже на меня Но не я Куда попали Недельная небритость Мешки под грозами Сутулость И смертейно Уставшие Выражения яйца Похоже Меня не Закинули Назад Во времени И в Палалейную Реальность А просто Поменяли С кем-то Тилами Действительно Просто Такое же На каждом шагу Встречается Я Меня отчитала За неподобающее Обращение К ней К чёрту Она поэтому Его отчитала Вряд ли Мой Внешний вид Влияет на Что-то Ещё Если Секунду Летей Куда-то Далеко Растворились В редких Цветах Снега Обраках Вдруг Передо мной Словно Из ниоткуда Появилась Ольга Дмитриевна Доброе утро Семён Доброе Я улыбнулся Пытаясь Всем своим видом Показать Что несмотря Ни на что Утро моё Было действительно Добрым Ты только вчера Приехал Так что Будить я тебя Не стал Но завтра Ты Читать будешь? Ты сам читаешь А, да? Читать Блин Хотя ладно Подержи Она протянула Мне бумажный Сверток Судя по Масленным Пятнам Внутри Скорее всего Бутерброда Попить он хотел Ой, спасибо А теперь Май Сумываться Я уже Собирался Уходить Угри мне лапку Сейчас Подожди Кого подождать? Меня О, она познакомит Меня Нет Ольга Дмитриевна Забежала в домик И вернувшись Сунула мне Небольшой Пакетик Внутри Оказалось Есть Зубная щетка Мола Небольшие Шоя Погатенца И что-то еще Я особо Не сматривался Ты оден Должен быть Всегда чистый Опрятен Дай тебе Галстук Правильно Завяжу На первый раз Это он Болтается Потом научишься Сам будешь 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 А может не надо Я сейчас Умываться иду Куда я засунула? Холодно О, да Звучит страшно Куда ты ногу Хочешь засунуть? Скажу Ну да Вдруг Зацеплюсь За экран И удавлюсь Ладно Тогда потом И не забудь Про линейку Карандаши Ручки Линейки Такие вещи Не забываются Какую линейку? В смысле Какую линейку? Она Нахмурилась Сегодня же Понедельник А понедельник День тяжелый Странно По моим По счетам Воскресенье Впрочем Смена До дня недели Это еще Не самое страшное Обычно У нас Линейки Рано утром До завтрака Но сегодня Понедельник Поэтому она Будет 12 часов Не опаздывай Хорошо А где? На площади Где же еще? Спорить Было бессмысленно Я направился В сторону Повмывочной На отдельный Душ И туалет Рассчитывать Не приходилось Но при В виде Этого Выкидыша Загнивающего Социализма Причудливые Чарепашки С панцием Из Жести Где? Где Чарепашка С панцием Множество Ног Кранов И Кафельным Брюшком Мне стало Несколько Не по себе И это Типа Как этот Как называется Когда изображают Что-то В Живом Крюче Типа Короче Как какой-то Этот Я забыл Как это называется Короче Вон Я не был Брезгливым Человеком Но Тем не менее Стая Тут Понял Что все же Есть Какой-то Минимальный уровень Привычного Комфорта Без которого Жить Мне довольно Проблематично Вот Ведь Как бывает Когда теряешь Вещи Которые Всегда Казались Совершенно Обыденными И естественными Понимаешь Что на самом Деле Они Были Незаменимы А да И черт С ним Выбирать Все равно Не из чего Вода Оказалась Просто Единой Если Помыть руки Не составило Особого Труда То Вот Умыться И Пороскать Рот Ей Уже Большая Проблема В пакетике Которые Мне дала Ольга Дмитриевна Не нашлось Зубная Паста Можно Конечно Болу Почистить Зубы И так Но В полотенце Была Завернута Какая-то Кругленькая Коробочка Зубной Порошок Преясно Плюс один За то Что Я где-то В плошком Что Что такое Зубной Порошок Умылся Я Довольно Быстро В том числе Из-за Единой Воды Ты знаешь Что такое Зубной Порошок Из зубов Че Из твоих Кто-то Быстро Шел Даже Бежал В мою Сторон И я Обернулся Да Почему Постоянно Она Убейте Ее Я не Хочу С ней Передо мной Стояла Славя В спортивном Костюме Похоже Эта девочка Будет Хорошо Выглядеть Абсолютно Во всем В пионерской Форме В купальнике И наверное Даже В космическом Скафандре Фискует Привет Ох Хай То есть Бобл Доброе утро Приветствую Мне казалось Мне удалось Выбрать Не сразу Да ты будешь Читать Женщина Я же сказал Да ты будешь Женщина Читать А ну отлично Тогда не забудь Про линейку Да че Не про линейку Все напоминают Не хочу На линейку Да конечно Забудешь Тут Ладно Я побежала Не скучай Поскучаешь По ней Она помахала Мне на прощание И скрылась За поворотом Тропинки Суть По всему Линейка Начнется Через пару минут Ставила Быстренько Забежать Домой Закинуть Пакетик С умывальными Принадрежностями Слезть бутербот И только Уже Потом Идти на площадь Да А то там Стоять Тысяча часов Я распахнул Дверь домика Вожатой И бежал внутрь Так как будто Запрыгивал В последний вагон Уходящего поезда Но кажется Это было Не лучшим решением Посреди комнаты Стояла Ларина И переодевалась Я застыл Как Вкопанный Стараясь Даже не дышать Наконец Вожатая Заметила меня Семен И тут уже Отвернулся И тут Я тут же Отвернулся Стучаться надо Теперь Бон Хочу Бою Какой-то Бою Луны Можно Мне хотя бы Бою И все А не в черном Да Неудобно Получилось Хотя Злеющим Мне пришлось Паван Лавы Что Можно Можем Хорошая музыка Была Через минуту Как по заказу Через минуту Вышла И Ольга Дмитриевна Вот Держи Теперь это И твой дом Тоже Мне просто интересно Стоп Как это называется Сцена Сцена Как это С Ольгой Не будем Не будем А где Мода С Ольга Дмитриевна Будем С ней Ненаврider В этом Гайде Представляю Представляю Непрохие Моды Посвящен Дмитр А как на второй день, в смысле? 7 дней е, на второй. Понятно. А что, всех темный? Мне кажется, там есть же без звуга. Как это?